Кракен Рэндом Рэйсинг Чемпионшип Кракен Рэйсинг Чизец и мой напарник Клауд Кракен Рэйсинг Чемпионшип Абсолютно можно. На великой трассе ки-ламе. Ки-ламе. Ну, ки-ламе. Хорошо, да. Над произношением немножко поработать. Ну-ну-ну-ну. Да, так. И, оп, все есть у нас. Все есть, отлично. Тогда ждем буквально несколько минут и включаем квалификацию. А пока что нужно познакомить вообще с тем, что у нас происходит сегодня. И по какому принципу вообще повыбирали автомобили. И вообще каким образом это все поделилось. В общем, суть такова. В зависимости от места в чемпионате. После предыдущих 9 этапов. Полит дается по результатам Кубка Конструкторов сезона, который происходил в реальной жизни. Поэтому человек, который плохо ехал весь сезон, получает в свое распоряжение лучший болид, собственно, который был в реальной жизни. Единственное, что в этот раз нам пришлось отдать Макларены людям, которые занимают первое и второе место. Это бой сершей Камой. Потому что Макларены отвратительно управляются конкретно в этом моде. Вообще нестабильны и ведут себя очень-очень-очень неподобающим образом. Поэтому волевым решением пришлось сделать так, как сделали. Да. Собственно, да. Включим квалификацию уже. И тогда уже я непосредственно представлю, кто на каком болиде ездит, кого нет, кто есть. Кто заменяет. У нас есть один такой человек. Вот, да. Ну и поехали сразу же по ситуации в чемпионате. У нас пока что 22 квалифицированных кончика в таблице. И еще 2, которые сошли после первого этапа. Увы. А я-яй, было интересно, что нельзя на красный смартфор выезжать в Пуфлэйн. Да. Нельзя. Кошмар. Вот, значит, на Макларенах у нас, собственно, едут Бойсердж. У него номер семерочка на семерочке. И Камуи, которого, к сожалению, нет. Он на восьмерочке должен был ехать. А так как Камуи нет, то, скорее всего, Бойсердж становится чемпионом досрочно. Вот. Ура, что ли. Так. Серкс, который занимает третье место в чемпионате, едет на желтеньком болиде АТС. Десятый номер. Если он выехал, да, можешь показать. Можешь крутить, показывать пилотов. Готово? Да. Вот. Вот это АТС. Космократор, занимающий четвертую позицию в общем зачете, проводящий просто феноменальный сезон, едет на Энсигне Ламберто Леоне, или, как его называют американские друзья в обзорах старых сезонов, Энсайн. Энсайн. Да. Вот. Кулхард, который за последние пять гонок набрал ровно ноль очков, и которого, скорее всего, не будет сегодня. Увы, но он должен был ехать на Сёртисе. Оранжевый такой болидик, такой прикольный. Вот. Шестое место в чемпионате занимает ЦИСТ. И его болид, который в неформальной обстановке именуется Желтым Чайником, это Рено РС-01. Единственный турбированный автомобиль сегодня, как раз шестерка V-образная объемом 1.6, тот самый объем, который сейчас используется в Формуле-1. На седьмом месте в чемпионате Амкомер Синк, лучший из новичков этого года, и он ездит на болиде под номером 16, под потрясающей маркой Шэдоу. Рядом с ним, в общем зачете, и, собственно, напарник по Шэдоу, 17 номер, Дэйв Лайтест, сегодня он тоже присутствует. Это, это безусловно радует. Вот. Несмотря на то, что болид называется Шэдоу, он выкрашен в белый цвет. Потому что. Вот. Далее следует Гордан Фроман, 9 место. И его Эроуз. Эроуз. Эроуз, да, под 35 номером, ФА-1, тоже вы можете его сегодня наблюдать. Он по 36-м. 36-й, да? Да. 36-й, да, извиняюсь. Вот. К сожалению, Келнин тоже сегодня не появится. Увы, и его Эроуз не выйдет на старт. Единственный Вильямс в чемпионате, мой любимый автомобиль в этом моде. Смотри, я тебя перебью, тут даже Граунд Эффект работает. Вау. Да. Видно, видно, как он. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. На Вильямсе сегодня едет Кеслер, и там просто хорошая бело-зелено-желтая раскрасочка такая приятная. Видно, и мне просто этот Вильямс очень нравился. Олдовый Вильямс. Олдовый такой, да. С руки в доллун, смотри, у меня в футболке есть такой фирмы. Далее, Котей сегодня тоже присутствует. Он пока что стоит в боксах, но его болит Копперсукар, Коппершукар или как-нибудь еще странным образом. Копперсукар. Мы будем просто называть его Фитипальди. Да. Логично. Потому что на нем ехал в Фитипальди. И создавал его тоже Фитипальди, только другой. Да. Котей это не Касан, да. В общем, что это гудит такое? Гудит? Гудит. А так? Нет. Все еще. Погоди. Эх, погоди. Оп. Нет, да ёбая. Нет, нет, нет. Вот теперь нет. Теперь ты шумишь. Что ты делаешь со своим микрофоном, ты? Ты, ты чего? Клауд. Ты, что ты, что ты там попереключал? Да, да. Слышно нормально, господи. Все, все нормально. Ягуру, у меня гнездо просто немножко расшатывает. Котей на Фитипальди. Сайкроу сегодня нет. Почему это? Увы и ах. И его лишь е тоже не выйдет на старт. Дальше, в общем зачете следует Павел Т, но он не появлялся аж с четвертого этапа, и поэтому единственный человек, который, ну, как бы вернулся из долгого-долгого перерыва, это пиво-водка-барабан, который потрясающе просто ехал в финал второго сезона, выявил желание сесть, и мы его посадили на болид Вольф WR1, 20-й номер, если там видно. Вот, поэтому сегодня от пиво-водка-барабан возвращается в большие гонки, так сказать. Ну, не совсем большие, да. Дальше два Тирала под управлением Ван Крейна и Грандиуса, но Грандиуса вы можете сегодня наблюдать, а Ван Крейна, увы, нет. Что-то под конец слишком мало нас стало, увы. Дальше два Брэбома. Акумамуша и Трупокер. Снова-таки, Трупокер есть, он сейчас в пятах стоит, а у Токумамуши, увы, и ах, отсутствует. Два Феррари. Да, Феррари, как и обычно, присутствуют в сезоне Формулы-1. И вот как раз Блайн-Сэш выезжает с питов, увы, Юджин не смог явиться на сегодняшнюю гонку. Феррари вообще красотка. Да, поэтому у нас только одна Феррари. Ну, что поделать. И, собственно, опять же, история как с предыдущими тремя марками. У нас будет всего лишь один Лотус на старте. Лотус-78, легендарнейший автомобиль, просто вообще best of the best, и его пилотирует Мордекай. Увы, но Фроза тоже не явилась на сегодня, по причине того, что не смогла совладать с управлением. Какой тоже красивый болид. Да, красивый. Ты опять шумишь. Да. А так? А так нормально, только в чате говорят, что ты только в левом ухе. Да, интересно. Ну, ладно. Хотя бы так. Да. Хотя бы не шумлю. Хотя бы не шумлю, да. Вот сейчас слева ухо, справа жопа. Стерео. Нормально. Так, сейчас вот в цист закончик закончит круг, и вот проедемся по старому к елами, еще не перестроенному. На в цист переключаться. Да, на в цист переключайся, делай-делай анборд. Там ТВ-камеру стандартную нашу, да. Она сейчас завершает свой один из ее быстрых кругов, и выходит снова на старт. Прямую. Олдскульный анборд. Так немного сбоку от пилота. Да-да-да-да, стартовая прямая, немножечко пригорок, и потом резкий-резкий-резкий спуск, скорость 290 плюс км в час, торможение очень резкое к первому повороту. Первый поворот проходится где-то 120-125 метров в час. Небольшая прямая ко второму повороту. Здесь очень важно правильно зайти, потому что неправильно выбранная траектория, Мордекай разворачивается прямо перед цистом. Неправильная траектория может очень сильно снизить ваши шансы на то, чтобы пройти дальше. Третий поворот на полной скорости газ в пол. Четвертый поворот нужно немножко больше тормозить, чем на второй поворот. И там очень сильно зависит от того, на какой передаче вы идете. Если на четвертый или третий, то, скорее всего, снизу не все. Самая медленная часть, пятый поворот. Единственное место, где... Ой-ой-ой, циста разворачивает немножечко, но продолжает движение. Единственное место на трассе, где скорость может опуститься ниже 100 км в час. Связка из 8-го, 9-го, эски. 7-й, 8-й. Ну, в общем, эски. Ты опять шумишь? Да, блин, я вижу. Эски опять. 9-й. Ты меня сбил. Так, норм. Да, так, норм. Чуть ужас, мне микрофон прям под самый конец подводить начал. Что-то случилось, да. Вот я не смог объяснить последнюю часть круга. Ну, блин. Ладно, в общем, там эски были, которые маятником раскачивают автомобиль. И последний поворот, которым тоже очень важно правильно выбрать к культуре. Вот. А еще... А еще вот цист вылетел, например. Вот. Сегодня нас ждет 55 кругов по вот этой немножко короткой трассе. Она всего лишь 4 с чем-то километра. И достаточно скоростная, потому что медленных поворотов здесь всего один. Медленных поворотов один. И то он не сильно медленный, а вот так средне-скоростной. Ну, я же говорю, там единственное место, где может быть ниже 100 км в час скорость. Ну да. Вот. Ну, в общем и целом, трасса простая. Прямо говоря, и очень много мест для обгонов. Буквально каждый поворот почти для этого сделан. Вот. Да. Что-то хотел сказать, поймал мысль, но... У нас 10 минут квалификации прошло. Ох, у нас тут пилоты сталкиваются друг с дружкой. Так. У нас 10 минут квалификации прошло, и у нас тут, вы можете наблюдать времена, у нас пока что лучшее время 1, 12 и 533 тысячных. Это довольно хороший результат, но я почти уверен, что бойсерж, а он именно и лидер, может и лучше, но, скорее всего, он не будет делать лучше, потому что он и так уже чемпион. Ну, знаешь, может человек хочет выкладываться на полную, а ты так вот говоришь про него. Ну, что делать? Тут по-прежнему говорят, что ты только в левом ухе. Да, блин, это еще самое малое из проблем, которое может быть. Что там у тебя случилось с такими? Я не знаю, у меня микрофон просто так иногда бывает, но так много и так часто никогда не глючил. Не. Что-то не очень тебе с микрофоном, я скажу тебе. Ну да, согласен. Сейчас еще игру погромче. А так как это еще 78-й год, то можно вот наблюдать потрясающие искры на стартовой прямой. Стартовой прямой немножко ухабистой, поэтому днище черкает и прям так истыр так уж. Чувак, искры все 80-е были, а тут 78-й. А ты говоришь, искры, еще можно напоминать, ну как будто последний год они и дальше их нет. А как же, как же 88-й, так как же тот видос знаменитый. Если бы тогда мы были мобилки, все бы пацанов на мобилках был такой видос. Я тебе отвечаю. Там, когда Биг Найтш обгонял, по-моему, то ли Пикет, то ли Сену. А, в этом. В Венгрии? Не помню. Может и Венгрию. Ну и ладно. Да, у нас тут довольно-таки плотненькие результаты, особенно учитывая с каким трудом справляются с управлением пилоты. Вот, например, у нас первая пятерка всего лишь в 4 секундах. Ну, всего лишь. Все, все. Катраса короткая, блин, 55 кругов. Катраса короткая. Всего лишь в 4 секундах. Ну да. Ну там дальше, ты смотри, вот первая-первая тройка там по секунду, по полторы секунды друг у друга выигран. Ну, пиво-водка всего лишь 0. А, о, господи. Прям на моих глазах сейчас Гордон Фромон творит историю. Он всего лишь проиграл на круге две десятых секунды бой Сюрджа. Ну да. Если повезет, нас ждет борьба Макларена с Роузом. Прям как в реальной жизни. У-у-у. Таки, да. Роуз вообще такая довольная команда-то. Знаменитая. Ну, как знаменитая она? Знаменитая тем, что у нее наибольшее количество... Ну, было до недавних пор, до нулевых наиболее количество как там гран-при проведенных без победы. У них, по-моему, 280 около. Около этой цифры было. Так разве не Минарди в этом деле спец? Так у них больше 300. Ну, как Минарди-то когда в 2005-м закончилось? Я тебе говорю то, что до Минарди было Уэрлс рекорду. Да не, Уэрлс побеждали. Ну, нет. Не побеждали? Нет. Я слишком много пропустил в этом мире. Да, чувак загуглили, не побеждали они. Ну, может, они побеждали, как раз серия прервалась, вот, из 280-ти. Гран-при, но... Максимум один раз. И то, случайно. Да, все-таки не побеждали. Чувак, я видел, как на подиум Лола приезжал. Меня ничем не удивит. Лично видел, да, не будет? Да, лично. Где на седьмом часом полу, где на седьмом. Какая разница? Так да, вот, кстати, правильно нам показывает Линарди в чате, то, что пиво-водка-барабан на третье место собрался. Удивительный результат. Ну, кстати, да, из общего, из личного опыта скажу, что, ну, вот, конкретно мне в этом моде лучше всего управлялись три автомобиля. Мой любимый Биллиамс, на котором Кестер сейчас девятый, Титипальди и Котей на тринадцатом месте пока что. Вот. И вот как раз Вольф, который прям хорошо очень дорогу держит. Сейчас его водка демонстрирует, что это просто во всей красе третье место занимает. В общем... Ну, Лотус еще неплохой и Феррари. Но еще похоже. Шумишь. Опять шумишь. Так, норм? Ну, пока, да, не знаю, что я... Я понял, немного, как устранять. Ура, что ли? Ну, чуть-чуть. Но я смогу быстро это засечь. Тут тебе догмат пишет, можешь следить за микрофоном? Так, я могу. Ну, все равно, когда я разговариваю, я же не вижу, что я шумлю, когда молчу, я вижу, что я шумлю. А-а-а, даже так. Ага. Искры на стартовой прямой. Хорошо быть зрителем на таких гонках. Да уж. Смотри, тут просто трасса такая с перепадами высот. Здесь сел где-то на пригород, наблюдаешь всю трассу. Смотри, у нас, капитан, очевидность. Это заменяется, устраняется заменой провода. Сейчас я прям возьму микрофон, отрежу кусочек провода, запаяю все это, замотаю скотчем, изолентой, и все будет нормально. Мог бы и не так язвенно отвечать. Блин, ну это просто устраняется заменой провода. Очень интересно сейчас мне на полтора часа заморочиться этим. Ну да. Почему нет? Так, я еще должен что-то... Про трассу не рассказал. Да, про трассу, господи, что там? Мы проехали по ней один круг, с ней все очевидно. Ну ты про историю-то расскажи, что. Да что там про историю-то рассказывать? Хотят там перестроить. Так его и так уже перестроили. Вот этот Кья-Лами и Кья-Лами из 90-х это две абсолютно разные трассы, там ни одного общего поворота нет. Все. Вот как в Австрии трасс? Не, в Австрии там хотя бы первые два поворота общие, понимаешь? Три. Ну как бы там тоже не совсем. Не совсем все так. Его просто укоротили и все. Ну да. Но все равно. Сейчас там пиво, водка, барабан и Гордон Фроман что-то делают. Если нас ждет примерно такая борьба, то это будет хорошо, потому что из того, что я видел до этого, все занимаются в основном тем, что держатся на трассе, пытаются удержаться на трассе. Это 70-е. В 70-х все все этим пытались заниматься. Ну, там же даже обгоны были. Да. Воу, господи, да. Внезапно. А как ты думал? Как вообще без обгонов? Там даже в этом... В Монако Лаута обгонял. В Монако. На таких-то широких машинах. На таких-то широких машинах. На таких-то широких трассах. Да, я рекомендую заметить, что эти машинки, они там до какого? До 97-го или до 96-го года-то. Были или даже 94-го. Короче, там машины, у них ограничение по ширине было там 2 метра, да, с копейками. А потом сделали меньше 2 метров. И вот сейчас, вот с тех пор, это ограничение действует, и сейчас машинки намного уже. И колесики еще могли заметить разных диаметров. Спереди и сзади стоят. Сзади прям такие широкие и большие. И вообще такие, уэх. Как на дракстерах каких-то. Да. Ты видел вообще, что с шинами на дракстерах происходит? Они как будто из ткани сделаны при старте. Ну да. Да, чтобы максимальное сцепление было. Да. Вот у нас Лотус поехал прям. Черный. Лотус? Черный Лотус. Да у Мордекая пока что не получается как-то езда. Он занимает последнюю позицию. Передвигается Лотус. Передвигает Лотус, да. Занимает последнюю 14-ю позицию и проигрывает 17,5 секунды. Что-то как-то не очень, да? Ну, в общем, в целом он вышел на старт. Ура. Наверное. Сейчас я еще и грудь чуть погромче сделаю. А то, знаешь, так, не знаю, как-то странно, когда две машинки рядом едут, там видимо какой-то резонанс и звук громкости прям резко возрастает. И когда машинка одна едет, то и не особо слышно. Я не знаю, я вот когда как раз ездил, там было нормально, а сейчас вот не очень звук. Потому что надо тестировать не когда ездишь, а когда трансляцию. Ну, дык, 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 ты видишь, что с микрофоном творится? А помнишь, что вчера было вообще у нас с этим? Не напоминай, господи. Что тебе не понравилось, что ли? Да, поляк не очень. Почему? Ой-ой, колесо в колесо в Мордекай едет. Ну, я как раз показываю. Ну, это даже в банке такого и не будет. Вот он, борт нормально звучит, а? Все, что не он, не он борт, не очень. Ну и ладно, подумаешь. Ух, тут прям с котом, с закусь. Заруба. Ну, Мордекай потихонечку осваивается с новым автомобилем. Похлопаем ему. И никто не хлопает, да? Это прям унижение какое-то. А чего унижение сразу? А, думаешь. Тут квалификация потихонечку подходит к концу. Можно начать... Ой-ой-ой, там... Контакт произошел, Мордекай на траве. Почему кот не едет на красный? Ну, так получилось. Господи, ты слишком громко игру сделал, аж я услышал на уши. Да это нормально. Ну ладно. Можно потихонечку объявлять результаты. Первый, и пока что в пятах. Господи, что я говорю. Первое место занимает бой Сёрдж на своем Макларене. Показал, что можно совладать даже с таким монстром. Рядом с ним на первом стартовом ряду, скорее всего, будет стартовать Эроуз Гордона Фромана. Сейчас можно даже проследить в прямом эфире, как заканчивается сессия квалификационная. Кационная, Мордекай ставится 14-м, кот остается 12-м. Питти Пальди на 12-м месте, Лотус на 14-м. Бой Сёрджи Фрома, Бу Гордон Фрома, он остается на первом-втором месте. Амку Мерсин, Серкс и Космократер стоят в пятах, тоже, скорее всего, останутся на своих местах. Дэйв Лайт остается 11-м. Заезжает в пяты. Далее, далее, кто там? Трубокер. Будет ли улучшение? Нет, улучшения нет, и остается на 9-м. Кеслер с улучшением идет. Кеслер идет с улучшением. Вроде бы. Да, с улучшением, скорее всего. Сейчас смотрим. Грандиус 8-й, Кеслер 10-й. Улучшения не произошло, увы. Ну вот, вот общий... Общая, в общем, квалификация закончена. Да, можно продолжить. На втором стартом ряду будет стартовать Вольф под управлением пивоводки Барабана и Рено под управлением Циста. На третьем стартом ряду Амку Мерсин, я забыл на каком он болиде, на Шэдоу и Серкс на АТС. На четвертом стартом ряду Космократор на Энсигне, Энсайне, как хотите, так и называйте. И рядом с ним Грандиус, Грандиус, который занял восьмое место на Тиреле. Тоже потрясающий автомобиль. Далее на пятом стартом ряду Трук Покер, который едет на Брэбуме с двигателем Альфа-Ромео. После долгого отсутствия это практически возвращение Альфа-Ромео на высшие ряды, высшие эшелоны Формулы-1. И рядом с ним Кеслер на Вильямсе, моем любимом Вильямсе, увы, только десятое место. Шестой стартовый ряд Дэйв Лайтес на Шэдоу и Котей на Коппер Шукаре или на Фитипальде. И последний стартовый ряд, седьмой, это Блайнсеш на Феррари и Мордекай на Лотоса-78. Вот он на трассе уже, например, опять вернулся в Питы. Увы и ах, больше пилотов не пришло, поэтому впереди нас ждет 55 кругов и 14 пилотов. Среди них как и чемпион уже этого года Бойсердж, так и люди, которые в принципе в следующем сезоне могут навязать ему серьезную конкуренцию. Это и Гордон Фроман, и пиво-водка-барабан, и при должном стечении обстоятельств цистенку Мерси. Вот у нас пока что идет сессия у Барма, по сессии тренировочки. Еще раз полюбуемся на чистый небо над Килами. Африка, это Южная Африка, это Южная Африка, и кстати, если что, если что, это Гран-при Южной Африки, то есть даже в Африке когда-то была Формула-1. Даже был один чемпион, который родом из ЮАР, а из России родом не чемпион, ха-ха-ха. И на Южной Африки едет как раз пилотка-барабан, это Джоди Шектор. Ну так он был чемпионом в 79-м. Да, и в 78-м и 77-м Джоди Шектор гонял вот как раз на вот таком богоподобном Вольфе. Последнее приготовление, 3,5 минуты до старта гонки. Кто хочет водички попить, кто там поесть, может кому-то нужно... Поспать, подремать, физиологические потребности никто не отменял. Поэтому вот последнее приготовление, может быть, на стоечке подправить там чуть-чуть совсем буквально. Знаешь, как это последний штрих, последний мазок в общую картину происходящего. Смотри, процедуру старта некоторые тренируют. Да, да, почему бы и нет. Вот Бойсёш, например, только что это делал. Здесь еще любопытное место стартовое, в смысле того, что оно на пригорке стоит. То есть при должном умении и неумении можно скатиться вниз. Назад, то есть назад и вниз. Так, странно как-то скажи чего-нибудь. Алло. Так, что-то, что-нибудь. Что-то, как-то вроде отодвинулся от микрофона потише начал говорить. Я не потише стал говорить. Я говорю, как говорили. Да, ну ладно, сейчас тебе. Вот так, надеюсь, со звуком нормально все. Всех равнозначно слышно. Ну и наконец-то. Да, вот удивительно. Довольно много людей вышло на круг в вармапе. Последние тренировочки. Видимо, слишком сложные автомобили. Для такого, знаешь, невдумчивого, невдумчивого езды. Как это было, например, на первом этапе, когда был передний привод и было все гораздо проще. Вот бойсерш, например, негодует по поводу того, что нет никому и не кулхада. Я тоже. Я тоже негодую. Как так? Как так? Наглый просто бросок через бедро. Причем, смотри, кулхов вообще прокидал. У него в первой половине сезона 4 подиума из 5 гонок, а во второй половине сезона 0 очков. Это же как-то даже несерьезно, что ли? Прям несерьезно. Ну, да, ну, первый чемпион как-никак. Ладно, когда-нибудь это все решится. У нас остается минута до конца вармапа. Мысленно готовимся к тому, что в первом повороте завал. Вот очень весело сейчас Грандиус показал. Здесь кочечка есть. Мне она нравится. Просто если вылететь на травку и вернуться на трассу, то придется упасть метра на два практически с этой кочки. Это очень весело. Крыльев, извините. Юарда. 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 Тут по поводу трассы. Тут еще, если слишком маленький клиренс поставить на автомобиль, то вполне вероятно застрять на поребрике или где-нибудь за трассой на траве. Нет, тут даже вот здесь просто, когда поребрика нет, там такая бетонненькая полосочка идет. Тоже на ней тоже можно чиркать. Да-да-да. Ну, и получалось застревать. То есть даже не специально. У нас в чате внутриигровом гонщики вводят читы. Читы? Читы из разных трасс, из разных игр. Трасс. Да, ну я уже все, я уже тотально заговариваюсь спустя-то полгода. Вот, например, Гордон Фроман использует IDDQD, а BlindSash использует Noclip. Честно, слабо понимаю, в чем может помочь IDDQD в этом плане. Почему? Может. Потому что неуязвимость, так тут смотри, тут просто как бы поставили ж мы damage, господи, урон автомобилю 10% от реального эквивалента. Поэтому как бы тут все неубиваемые. Да, конечно, неубиваемые. Тут чуть-чуть стеночку можно тронуть и колеса лишатся. И так, старт после полминуты до того, как загорятся стартовые огни светофора. Мне нужно буквально 5 секунд для того, чтобы отойти. Давай, быстро. У тебя есть немного времени. Так, кончики выходят на старт понемногу. Вот мы видим два желтых Реноа. Первый боссерч на Макларене. Гордон Фроман эрозия и пилот Кабарабана в Вольфе. До старта осталось буквально считанные секунды. Так, вот, Стофор, да, вот красный. Я готовлюсь, готовлюсь комбинировать старт. Друзья, друзья, стартует 10-й этап. Гордон Фроман проигрывает старт. Его пытаются в цист обогнать по внешней. Ой-ой-ой-ой, там и Тирел чей-то. Там, господи, кто-то отключается от скайпа. Тирел Грандиус и в цист очень плохо стартовали. Пилот Кабарабан вырывается на первое место. Следом за ним Макларен Бой Серджа и Серкс на своем желтом АТСе. Что произошло? О, нет, скайп. Что, скайп? Что-то, 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 а-а-а, все нормально, да? Да. Я немножко запутываю. Гордон Фроман после неудачного старта выходит на четвертую позицию. Сердж, Бой Серкс сейчас очень плохо заходит. Какой же это поворот? Это второй поворот был, да, второй поворот. И теперь, следом за ним, Серкс и Гордон Фроман борются между собой. И на пятом месте Шэдоу Амкумерсинда. Далее уже идет более-менее большой отрыв. Энтигн Космократора, Вильямс Кеслера и Тирел Грандиуса. Грандиус вернулся после неудачной попытки обогнать все по внешнему радиусу, по гравию практически. Дальше следует Ренов Циста, Феррари Блайн Сэша. Лотус Мордекай на 11 место врывается. Очень неудачно заходит Мордекай в какой же это поворот? Четвертый поворот. Котей на Фитипальде становится 11-м. Дейв Лайтес на Шэдоу. Весьма неудачный старт, можно сказать. И Трупокер тоже обгоняет Мордекай. И Трупокер сейчас на Брэбами тоже обходит Мордекай. Тем временем впереди, впереди нас ждет весьма необычное начало. Вернее, уже было довольно необычное начало, потому что пиво-водка-барабан, стартуя с третьего позиции. Прямо как сегодня Филиппе Массо на Гран-при Великобритании. Просто ворвался на первое место. Далее бой Сёрдж. Бой Сёрдж буквально там в секунда. Если бы это был 2015 год, я бы сказал, что он не заехал в зону ДРС. Но так как это 78-й, то никакого ДРСа нет. Исключительно скилл пилотов, исключительно скилл конструкторов, которые когда-то делали автомобили не из карбонового волокна, а из алюминия и говна и палок. Прямо так из палок. Из палок тоже, да. Бой Сёрдж Гордон Фрома на Эроузе на третье место буквально там вырывается, пытается преследовать. Там совсем-совсем скоро нас ждет борьба за лидерство. Мкоммертин четвертый. Его Шэдоу стремится вперед к небесам. Я пока борьбу за лидерство показываю. Тут очень-очень, не смотря атаки. Я пройдусь дальше. Там Космократор седьмой, нет, шестой, шестой Космократор, Кеслер седьмой, Грандиус восьмой и в ЦИС девятый. В ЦИС девятый возвращаемся к лидерам. Возвращается к Вордон Фрома пытаться... Последний поворот... И вот о чем я говорил, можно обгонять буквально везде. Вордон Фрома сейчас в слипстриме над за Маклареном. За Маклареном в Бой Сёрджи сейчас может быть на атаке. На первом повороте нас ждет. Как же все напряженно. Первые два круга буквально... Пробежается в слипстриме, смотри. 300 километров, 305 километров у Гордона Фрома на было в конце стартовой прямой. И сейчас первый поворот, кто лучше зайдет? Фроман лучше, определенно зашел. Но Бой Сёрджи не отстает. Бой Сёрджи, я думаю, что он удивительно хорошо настроил автомобиль. Позднее торможение. Есть обгон. Гордон Фроман возвращается на вторую позицию. На свою стартовую позицию. Но при этом впереди остается Бивоводка Барабана, а Бой Сёрджи остается позади. Далее Коммерсин Сверкс и Космократер. Вторая тройка не поменялась. Кеслер Грандиус все еще на 7-8 позициях. В ЦИС 9-й, в Лайпсэш 10-й. Котей на Фитипальде завершает второй круг 11-м. Дайвлайтис 12-й, Трухекер 13-й. И Мордекай замыкает стартовой. Бивоводка Барабана вылетает на траву и его обходит Гордона Фроман. Есть, есть, есть. И сворачивает и пропускает Бой Сёрджа. В Весках Бой Сёрдж проходит Бивоводку Барабана. В Веске, прошу прощения. И у нас смена практически всего, перетасовка всего подиума. Поэтому лидирует у нас Эрроуз Гордона Фромана. Я буду говорить Эрроуз. Я буду говорить Эрроуз, потому что мне нравится, как я говорю Эрроуз. Мне тоже нравится, как ты говоришь, и как я говорю Эрроуз. Да, хорошее звучание, правда, этого слова? Как Вольф или Тиролл. Прямо офигенно звучит. Даже звук слов, какими называются болиды, абсолютно другой. Коммерсинт далеко. Дальше, чем дистанция преследования, тем более дистанция атаки. А вот Серкс потихонечку приближается. Между ними полторы секунды. Это достаточно мало в условиях сегодняшней гонки. Космократор шестой. Грандиус седьмой. Ребята, Грандиус седьмой. И Глимс Кеслера теперь на восьмой позиции. Дальше в ЦИС. В ЦИС, я думаю, скоро-скоро-скоро будет уже нагонять эту тройку игроков, как Леонид Якубович, но не воздержался от этого, а теперь не воздержался. Грандиус догоняет Космократора. Грандиус обошел Кеслера на самом деле. Грандиус демонстрирует просто чудеса пилотажа. Он проводит чуть ли не лучшую гонку в этом сезоне. Привок уходит Кеслер. И его разворачивает. Кеслер разворачивает. Почему-то внезапно, причем. Непонятно, почему. Посмотрим повтор. Смотрим повтор. Можно даже промотать, чтобы быстрее было. Сейчас увидим. Кеслер заехал на траву и неудачно дал газу. Теперь он на девятой позиции. Его даже обошел в ЦИС. А в ЦИС теперь в очковой зоне, ребят. ЦИС теперь претендует на то, чтобы заработать очки. А вот Гордон Фромот буквально уезжает. У него буквально не какой-то там... Ой-ой-ой-ой! Там опасно Трупокер развернулся на первом первом повороте. Его брэбом стоит сейчас поперек гоночной траектории. Слава богу, что его все обошли нормально или нет? Ну Гордон Фромон обошел. Я повторю. Сейчас он аккуратненько. Он коммерсин прошел. Сзади еще там Серкс. Тоже спокойно все. Все. Трупокер возвращается в гонку. Он уже проигрывает один круг, как и Мордекай. Несмотря на то, что Мордекай управляет легендарным лотусом 78. Ну а тем временем нас ждет весьма такой... Ты представь, если Роуз победит. Даже у нас и Роуз победил, а Формули нет. Вот эта шутка будет веселая. Потрясающе. Временем быстрейший круг ставит как раз Гордон Фромон с его временем 1.13.837. Это напоминает Вильямса сегодняшний. Да, вот я жду. Дело в том, что Гордон Фромон пилотирует Роуз 78-го года. А Роуз 78-го года это практически такой, если сравнивать с нынешними показателями Формулы 1, то это фактически Форс Индия. То есть болид, который не хватает звезд с неба, но при этом вполне может насолить как фаворитом, так и всем остальным гонщикам на трассе. Койсерч потихонечку сокращает отрыв. Пока что прошло всего лишь пять кругов, всего лишь одна одиннадцатая дистанция прошла. А тем временем бойсерч на второй позиции, пиво-водка-барабан на своем Вольфе после неудачного пропуска, неудачного входа в повороты держится на позиции. Под номером три Амкумерсинт, его белый шэдоу, как бы это глупо не звучало, едет. Четвертым желтый АТС, который безусловно в конкурсе дизайнерского мастерства не занял бы первое место, идет. Котей разворачивает. Котей разворачивает. Есть Фитипальди на траве. Грандиус и Мордекая обходят его. Ну, Мордекая же... Вот Кеслер его обходит. Это борьба, кстати, за одно очко было. Кеслер теперь восьмой, Грандиус седьмой, Космократов шестой и дальше я уже говорил об этом. Блайнд обходит кота. Блайнд обходит кота, даже так. Есть, да-да-да, у нас сейчас есть борьба. И даже Дейв Лайтес там рядышком буквально все, все сегодня едут очень плотненько в этой группе из Феррари, Фитипальди и Шэдоу. Только Дейв Лайтес неудачно заходит в первый поворот, его разворачивает и уносит в стену. У меня когда таблица с временами появляется, общая, у меня тормозить игра начинает. Ну, как бы, она показывает 60 фпс, а потом где-то падает до 40, но у нас в стриме все равно 30, поэтому... А подожди-ка, подожди-ка, в ЦИС сошел. Да? Ого, даже не заметил. Да, его Реноп, судя по всему, так и очень... Ребят, можно? Я ворвусь в пару комментариев. Невероятные лаги случились. Я не понимаю, мне просто... Пинг был как будто тысяча четыре, наверное. Все, у меня машина больше не едет. Я нажимаю газ, она секунд через пять начинает газовать. Может из интернета, может из... Ну, вот так. Одно всем спасибо. Увы, ЦИС, его Рено подтверждает репутацию свою визави из реального мира. Катя пошел был МЦ, что у них тут борьба была полукруга, показывал красивый достаточно. Красивый обгон был. Вот, нас ждет... Ты, пожалуйста, скоро будь готов переключаться на бой Сёрджа, потому что он сокращает отрыв от города на Фромана уже до одной секунды. из четырех, которые были буквально три круга назад. Вот. И пока что это самая горячая точка на трассе. Серкс и Амкумерсин довольно далеко друг от друга, как Амкумерсин от пивоводки барабана. Вот. А здесь... А здесь бой Сёрдж теряет. Теряет. Его последний круг 1.15.599. А последний круг... Может там круговые были. Он круговых обгонял, кстати. Там Кеслера, я помню, видел. Был, да, был. Был, Вильямс Кеслер был. Вот теперь Блайн Сэш. Теперь Феррари, да. На вираже не очень удобно. Тоже потерял маленько. Ну что поделать. Уже седьмой круг, уже у нас половина пилотона круговых. Пилотона. Пилотона. Ну, приемлемые оба варианта, если что. Ладно? Нет. Не ладно? Нет. Скотей. Так, стоп. Здесь еще что? Космократор разворачивается где-то. А Коммерсин тоже вылетает. Серкс вылетает. Господи. А Коммерсин теперь пятый. Но там буквально... Серкс пятый, А Коммерсин четвертый. У меня наоборот. Да? А так. И по гонке тоже так. А Коммерсин пятый, Серкс четвертый. У тебя что-то неправильно. У меня все правильно, чувак. У тебя, может, повтор. Нет, у меня лайф. У меня тоже лайф. Так, стоп. Я Серкс пятый, А Коммерсин четвертый. Мы пропустили, как Гордон Фроман вылетел, и бойсерч обошел его. Можешь включить повтор, да? Сейчас. Да, вот. Там Мордекай был. Мордекай, да. Там Мордекай, да. Котей, он тут еще рядом тоже. Смотрим. Мордекай видимо. Ай-яй-яй, Дискин Мордекай. Ой-ой-ой-ой. И потерял первую позицию. Кошмар. Темп у него хороший. Я думаю, он начнет догонять. Или, по крайней мере, не отпустит. На пятах что-нибудь сделает. А может, и не заедет на пяты. Может, у него тактика. Да, тут тоже еще. Про тактику стоит немного рассказать. Что у нас, может быть, когонщики на своем опыте во время тестов утвердились, что можно проехать всю гонку на одном баке топлива и на одном комплекте жесткой резины. Но можно ехать чуть быстрее и иметь меньше топлива и более мягкую резину. Но заезжать в пяты. Ну, тут петлы не особо длинные, как быть. И ограничения скорости вдобавок нет. И, то есть, на петле не теряется очень мало времени. Ну, по сравнению с другими нашими гонками. Ну, только вот петли сами идут 50 секунд. Да. Ну, это да. Потому что в 70-х механики еще не умели быстро менять икину и доливать. Ну, как будто не механики были, а не знаю, знаешь, они просто нанимали бомжей за еду. Пацанов из соседнего гаража. Пацанов, да, пацанов. С шиномонтажа соседнего. С шиномонтажа, да, пацаны. Представляю, гайковертов не было, они колеса поменять, ключ, и начинают втроем его крутить, чтобы побыстрее было. Знаешь, 3 минуты крутят. Да, да. Крутят, крутят. Так, ну, действительно, Гордон Фрома... А еще 8 гайков на Зиле, прикинь, еще и в обратную сторону. Господи, ты прям какие-то совсем страшные вещи Я просто на выходных откручивал 6 колес от Зила. Ага. Причем все разные, потому что одни с футерками, другие без футерок. Теперь тебя просто обязаны нанять в Формулу 1. У меня 3 мозоли на левой руке, понимаешь, из-за этого. Потому что я... Знаешь, как откручиваются колеса на Зиле? Ломом. Ого. Тебе даже больше скажу. Ну, вставляется ключ, ты вставляешь в ключ лом, желательно метра 2,5, и повисаешь на одном конце в надежде, что под твоим весом гайка дастся, и ты сможешь ее открутить. Но это редко бывает. Потрясающе. Да. Смотри, Гордон Фрома догоняет бой, Сержа, он близко. Вот я о том же, я о том же, понимаешь? В полотною практически подъехал. Но, видишь, я подвожу грамотно. Да. Еще немножко ситуация на трассе, то, что Серкс проигрывает уже полминуты, и это там буквально они... Вон, Ямку Мерсинт составляет группу, так сказать, преследователей, потому что так принято. Хотя они не преследуют там. Серкс спрашивал, а пошибается? Разворачивается Ямку Мерсинт, теперь возвращается на четвертую позицию. Его шедо продолжает идти. Ой-ой-ой-ой, едва не развернуло, едва не развернуло. Там может быть как-нибудь Грандиус. Да, молодец, Грандиус. Смотри, фаст и слаб у нас у Гордона Фромана 1,13 и, блин, 300 щит. Да, да, все тот же лучший круг Гордона Фромана. Мне просто показала графика, что бой Сержена 1,14 и 0, что было. Да, 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 это два лучших круга сегодня. И вот как раз эти два пилота сейчас и лидируют. Вот сейчас он немножко подостал, потому что в первом секторе неудачно немного. Ну, Гордон может и на других секторах подойти. У него темп хороший. Может, да. Дальше у нас уже седьмая позиция. Уже круговой. Это непосредственно Мордыкай. Бой Сержи блокирует резину. Сейчас Космо они будут обгонять. Смотри, здесь может быть маневр, как в СПА в 2001. Господи, Космократор. Энсигн, Энсигн сейчас... Ох, врезается Бой Сержи между ними. Ох, вот это опасно. Гордон Фроман практически прошел, но Бой Серж сумел стабилизировать машину и оказался первым. Ух, вот я накаркал, понимаешь? Это практически так же было. Смотри, сейчас Бой Серж потерял темп, и Гордон Фроман сейчас... Да, в слепстриме, смотри, он догоняет его. А это стоит заметить не Лотус 78, и даже не Лотус прошлогодний, который практически был в машине крылом. Фюзеляж целый. Слышно, есть атака, есть атака. И к торможению более удачная траектория. Есть, есть смена лидера, есть. Бой Серж крайне корректно пропустил Гордона Фромана, но может быть дальше перекрест траектории. Второй поворот, очень опасный поворот в этом плане. Нет. Семерочка Бой Сержа, Джеймс Хан. Смотри, 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 что он делает. Позднее торможение. Нет, нет. Гордон Фроман закрывается. Но вылетает на траву, но нет, быстрее. Да, есть, есть. Семерочка. Под семерочкой Джеймс Хан гонял в том сезоне. Сам великий чемпион, который выкуривал по две пачки сигарет в день. Эх, времена. Он еще комментатором был в начале 90-х. Ну, побыл чуть-чуть и все. Эх, Пой Серж пропускает Гордон Фромана, теряет лидерство. Я никогда не думал, что скажу такое. Видишь, у нас удачный подбор болидов оказался. Ну, стоп. Ядрен Варен говорит, что тебя нет. Я комментирую с воображаемым напарником. Почему это? Такого не может быть. It can't be. Я все вижу, у меня должен быть звук. Ладненько, поверим. Так. Сейчас Бой Серж подотстал немножко. Посмотрим, как последний круг он прошел. Ты же меня слышишь, значит, ты в ОБСе должен быть. Я вижу, что я есть в ОБСе. Это стопудово какие-то происки. И неправильная дача информации. Удивительная штука. Бой Серж, последние два круга у него. 1.15.869 и 1.15.868. Последние два круга. Он практически и робот. Едет с разницей в одну тысячу на два круга. Теперь первый сектор, да, действительно... Действительно не очень неудачно у Гордона Фромана первый сектор получается. Его последний круг 1.14.515. Темп намного быстрее, чем у Бой Сержа. Намного. Хотя Бой Серж завоевал пол. И в квалификации демонстрировал лучший, гораздо лучший темп, чем сейчас. Может быть, это просто настройки. Может быть, впереди нас ждет сход Бордона Фромана. Кто знает, кто знает. Ты не каркай. Ты по дереву постучи. Я не каркаю. Я постучал. Молодец. Только это не дерево, а прессованное штуки. Говорят, что такое чувство, как будто я на футбольном матче сижу. Цитата. Ура, что ли? Я не знаю. Это похвала или критика. Я тоже не знаю. Я думаю, что нам стоит обратить внимание на ситуацию на трассе. Например, на то, что Блэнсэш на своей Феррари теперь восьмой. Теперь в очках. Снимаешь? Феррари в очках. Феррари в очках. Здорово. Вот там Бой Серж. Мардекай, Гордон Фроман. Господи, катавасия какая-то происходит. Бой Серж возвращается на первую позицию. Кошмар какой, а? Ой, я повтор сейчас включу. Давай включай повтор. Я тоже посмотрю. В первом повороте. Бой Серж. Бой Серж. Внутренне пытался. Мордекай там немножечко пошел. Опять Мордекай помешал. Смотри, второй раз. Второй раз. И теперь второй поворот. Да, да. Там Мордекай немножечко помешал. Мордекай решает судьбу просто этой гонки. Он вносит интригу. Я бы даже так сказал. А вот у кого гонка, скорее всего, будет, останется в памяти, как самый скучный, это пиво-водка-барабан, потому что ему до гордона на Фромана 11 секунд. Ям Комерсин от него отстает на полминуты. И он в таком гордом одиночестве. В горном одиночестве. Никогда не знал, как правильно говорить этот фразеологизм. Почему не знал? Ну, или горд, или горное, типа, в горах, или гордое, типа, гордоне. Я про горное даже не слышал ни разу, чтобы кто-то так упоменял, кто-то так говорил. Ну, мне всегда это казалось очень логично. Нет, это не логично. Почему в горах ты одинок? Нет, если ты в горах будешь один, ты умрешь. Это логично. Не всегда. В горах всегда ходят по несколько человек группой. Да? Ну, не всегда. Есть и самостоятельные восходы. Поэтому они в гордом одиночестве. Потому что они такие, я с тобой не пойду, урод. И горделивые, и индивидуалисты не идут. Ну, 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 ладненько. Ну, я объяснил тебе суть происхождения. Мордехей, кто опять развернулся в первом повороте, но продолжает свой гордый путь. Горный. Ладно, все, будешь подкалывать теперь, да? Нет, все. Гордон Фроман развернулся. Гордон Фроман в самом медленном повороте, это кажется, седьмой поворот. У тебя этот повтор? Нет. У меня повтор. Сейчас я тогда разворот покажу. Покажи разворот. Тем более, что Гордон Фроман теперь проигрывает 8 секунд. Если он резко низвинетин темп, то мы вполне возможно лишимся интриги в сегодняшней гонке. Чувак, еще больше полной дистанции. 8 секунд вообще не проблема. Ну, знаешь, 8 секунд иногда остаются 8 секундами на протяжении всей гонки. Да, иногда 20 секунд отыгрывают. За два круга еще скажем, да? За два круга. Скиловодка-барабан едет очень стабильно. Последние 7 кругов это 1,16 и 7-9. Даже не сильно отстает от лидеров, которые постоянно меняются друг с другом. Да, 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 да. 14 секунд он проигрывает, если быть точным. Меня показывают 12. Тебя что-то неправильно. Я не знаю, у меня мод, который ты мне скинул. Все, все в порядке. Все в порядке. Пусть будет 12. Потому что у меня тот же мод показывает 14. Забавно. Забавно, да. Далее мы совсем забыли про пилотов, которые дали первые троки. Amcomersin все еще четвертый. Кеслер, Кеслер, что случилось? Получают наказание. Amcomersin разворачивается. Кеслер в него врезается. Amcomersin теряет четвертую позицию. Да, и там Серкс проезжает. Вроде бы нет. А, это круговые. Нет, Серкс проезжает. Нет, не проезжает. Серкс круговой, потому что. По отношению к этому, по-моему. Да, ну. Хотя, в принципе, в столкновении с Amcomersin вины Кеслера нет. То Котей был на желтом фикипальде. Котей был на желтом фикипале. Трубокер сошел. Трубокер сошел. На его брэбами, скорее всего, как говорит нам, таблица отказала подвеска. Ну, а судя по повтору, отказал все-таки мотор. Задымился он или нет, нет, он скорее всего просто застрял на бугорке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, скорее всего, он просто застрял на бугорке. Это досадно. Да, застрял. да на бывает и такое бывает и такое все все возможно хотя и с мордекаем смотри бодаются красиво мордекай как бы на два круга зато красиво какая разница синий флаги как бы нашим пилотам не помеха не ни разу никогда искры искры у котея палит под номером 14 когда-то чемпион обходит красиво на первом повороте то ты видел три с такой раз вкрутил машину в поворот а гордон фроман сокращает отставания от боя серджа его последний круг один 14 343 а последний круг бой серджа один 15 793 полторы секунды с круга это мощно мы ждем у нас впереди еще как минимум если будет продолжаться такой темп то еще пять кругов в таком темпе будет город он будет в далеке от боя серджа дальше на что бой сел что то что я почему все пропускает самое интересное что случилось в городе французского объехал боя серджа в первом повороте смотрю сейчас первом порте проходит его вроде как нормально и разворачивается не так много врача на наоборот семерочной у нас лидер обмениваются разворотами я не я не я не посмотри не упустил далеко тут меньше нет я отпустил там полторы секунды полторы секунды ну смотри все равно гордон фроман догонял у него было восемь а после вот до этого разворота 6 и 7 то есть по темпу по чистому чуть быстрее идет ну смотрим смотрим наблюдаем так как как всегда я отвлекся от того чтобы проговорить точность кто же сейчас позади первой тройки на четвертом месте shadow ям коммер синт один из немногих пилотов кто еще в лидирующем кубе с лидерами потому что кого-то 1 и выделять не хочу пятая позиция и желтый от с сергса следует по пятам космократа рэнсибм я буду его так теперь называть шестой эмерсон котей или котей фитипальдив котей фитипальдив будет звучит гораздо круче на седьмой позиции его разворачивает в медленном повороте спин рекавери делает всю грязную работу за него блайнд вильнев на восьмой позиции потому что он на париге под номером 12 на нем ездил жан жаль жиль господи надо что с третьего раза попал это жан жак жиль вильнев да как же жан клод только жан жак да на девятой позиции дэйв лайтест и его шедоу который не гораздо хуже едет чем смотри смотри горнформан ошибается и бойсершка ему вплотную подъезжает он не смог ой 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 перекрывает траекторию там сейчас а так вот сейчас мы с очки вы с очки можно наблюдать как борются лидеры в чемпионате занимает всего лишь девятую позицию но последний гонках он очень хорошо себя показал он все-таки победитель эндуранса да еще стоит заметить что в некоторых гонках тоже он очень хорошо для себя ехал но сходил в основном это были гонки с передним приводом автомобилей формула оказалась ему так вот слепстрим слепстрим вполне вероятно что в первом повороте есть атака есть обгон семерочки 36 болида так пока здесь не получилось контра так а вот здесь вот здесь нет 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 не слипселево там еще и блайнда блайндвильнер вот он ух как он неудачно затормозил вот вот это как в спа помнишь как кулкард подставил шумахера вот тут нет там был дождь и не очень хорошо было видно и кулкард тоже отстал по он на круг и также резко притормозил ашмахер шел за ним как бы слип стриме и не заметил того как он тормозил и врезался ему прямо в зад слава богу что у нас были немножко крепче немножко блин а немножко крепче чувак ладно множко крепче все таки сталь или что там мы делали у нас опять происходит у нас смен лидеров уже в этой гонке больше чем за несколько наших гонок вместе взятых которые были до этого удивительные вообще штуки происходят я я думал что все будет гораздо гораздо более скучным но слава небесам что я ошибался своя как всегда забывают договорить до конца тирал грандиус 10 позиции замыкают у нас вильямс на и кеслер на вильямсе и мордекай на лотосе 78 господи потрясающий появились но замыкает но замыкает она попали потрясающе но но забыкает сейчас стоит сказать что мод очень качественно сделано вот очень качественно сделаны как но каждый по можно главным посмотреть если просто еще у меня немного слышит поэтому чуть чуть так делающих да и прям звукооператор ну блин я сам себя звукорежиссер практически ссз да мордекай корректно пропустил фромана и серджа впереди у них еще несколько поворотов с чистой траектории а дальше впереди ждет группа из трех болидов космократа в полосатых купальниках в полосатых купальниках в полосатых купальниках да космократа котея ямкоммерсинда который готовится обойти на круг собственно котея котея фитипальди я пытаюсь следить за всей ситуацией на трассе я себе представил какой кот у фитипальди господи что с бакенбардами ну ты представляешь себе как фитипальди выглядит ну да ну вот вот и представь себе как его выглядит кот кошмар да согласен а как же если уже так пошли то самое наверное самые крутые коты у Кики Росберга и Найджела Мэнсела да такие тоусы ты что кстати видел сегодня дядя Найдж был от пилотов ну в смысле от пилотов был с ей да 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 но мне несколько раз уже был но и когда они помыли у него нет усов но он давно уже как бы он как и формулу ушел он там потом в этот топ гире был тоже без усов светился мы там тоже вопрос задавали где ваши великолепные усы айяй космократа срезает тестку просто капитально потому что он пилот к барабану обходит видим кггл и сострял на поребрике слава богу он поехал дальше не пугай меня что что пилот к барабану там обгон кругового угол красивый хорошо хорошо что ты показал его да так сейчас серкс собирается мордекай обходить мордекай у нас не сдается не сдается да перекрывает всевозможные траектории все все да да у нас сейчас бойсердж в первый поворот заходит практически идеально а Гордон Фроман как всегда в первом повороте немного подостает но впереди ждет целый остальной круг в котором Гордон Фроман едет гораздо быстрее я сейчас трех пилотов показываю и все трое вылетели подряд ахахаха если кеслер дейвлайтест и грандиус были немножко вне раз ох там кеслер очень очень опасно поставил автомобиль коммерсинга да что ж такое то это похоже на балет и кеслер застрял да не сейчас поедет смотри нет ну ждем смотрим вот все поехал есть поехал все хорошо да отлично возвращаемся к лидерам сейчас тут близко опять они очень блин вот прям борьба вообще половина дистанции практически прошла да дейвлайтест аккуратно пропускает дейвлайтест корректно та пропускала коммерсинт тоже сейчас да вот он в другую сторону убрался несмотря на то что дейвлайтест был на гоночной траектории все равно было все в рамках правил сейчас смотрим как коммерсинт поступит пропускает он и гордона промана да все-все-все в рамках вообще идеально практически теперь первый поворот немножко гордон как всегда под отстанет или нет так ой-ой-ой быстрее позднее торможение достаточно да 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 еще немножко широко зашел в начале поворота и теперь второй поворот в апекс промокнулся ох ох да 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 не дотормозил чуть-чуть вот третий поворот это всегда никаких неожиданностей далее если резина поплывет то может помочь развернулся а вот здесь опасно так вот ой-ой-ой разворачивается цепляет задними колесами тут же разворачивает так нет не получилось засейвить автомобиль как в этом крутом стиле всяких американских боевиков но получилось засейвить болид чтобы он не разбился и продолжить дальше борьбу ну вроде не особо много проиграл хотя достаточно что портон фроман сам себе челленджи делает знаешь да думать что я буду полгонки то еще делать то да 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 надо и что дальше кассетку ростиле огурчиков достану рюмашечки отпраздновать надо чемпион боролся на трассе это же почетно всегда причем боролся не потому что бойсердж плохо ехал а потому что сам хорошо сам хорошо шел поэтому Гордон Фроман все еще обладает быстрейшим кругом в 1.13.734 а у бойсерджа быстрейший круг 1.14.091 все те же все те же цифры все те же темпы ну вот у них в борьбе тут протекает несколько кругов поэтому не могут и потом Гордон Фроман разворачивается да или или впиливается в кругового или да или дан сейчас там пока что далее далее по трассе никаких неожиданностей Кеслер я думаю вот как раз Кеслер отбывает свой штраф что мне нравится в этом сезоне то что можно отбыть штраф проезда по Пит Лейну которого фактически тогда не было я думаю на полностью ой 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 Кеслер просто неудачно затормозил маятником возле космократа и задний антикрылок Кеслера получил потрясающий удар от переднего антикрыла космократа смотри коммерсинт он увязался за Гордон Фроманом не отпускает его держится в темпе но он отстает на круг но он как бы на четвертой позиции находится вроде как или на пятой на четвертой на четвертой да вот поэтому таким образом показывает хороший темп можно даже заценить бои сейчас даже скажу какая у него скорость в конце финишной прям в стартовой прямой 294 км в час у Гордона Фромана у Гордона Фромана 292 км в час далее пивоводка барабан только выходит на стартовую прямую очень-очень много проигрывает по темпу но не в смысле в общем в общем и целом но на одном отдельном круге он проигрывает не так уж умно вот Вольф под управлением пивоводки барабана демонстрирует просто чудеса скорости 298 км в час у пивоводки барабана Серк сейчас там 287 у Катея тоже 281 в общем за 280 едут все но пока что быстрейше это пивоводка барабан в конце стартовой прямой вот это удивительно это на самом деле удивительно вот сейчас скорее всего нас ожидает борьба космократа Рейблайн Сэша потому что они на трассе довольно близко и находятся в одном круге что уже редкость для сегодняшней гонки да погоди Блайн а вот да все нашел сейчас включаю ух как Феррари кто громко орет послушайте Феррари да послушайте мотор В-10 В-8 Феррари или В-10 я забыл уже космократов скорее меня всего за это прибьет погоди у Феррари там до 90х В-12 были нет? не знаю у них всегда вечно там технология и мы пойдем своим путем да да тут кстати этот стоит сказать что не на моторах космок едут только сошедший трупокер сошедший в цист а кто там еще сейчас пройдемся Блайнд Сэш на Феррари и все все остальные Ох Космо врезается в Кеслера и его начинают маятником бросать по трассе и Блайнд к нему подъезжает почти вплотную кошмар Кеслер для космократера это знаешь это как немезида какая-то там Блайнд Сэш уже рядом подъехал и Боисерш аккуратненько проезжает да прям очень аккуратно да там Гордон Фромон далеке Бордыкай разворачивается в эске к сожалению сколько тут народу рядышком едет там еще Гурнхрова скоро подъезжать ох Блайнд врезается в Космо наезжает прям на него практически как реально шумакер на своего старшего брата да вот вот там Кеслер пытается пройти Блайнд Сэша но они в много разных кругах даже так да так продолжим Гордон Фромон проигрывает 6 и целых и Блайнд обходит Космо есть есть обгон да да ну Космо на позднем торможении Космо сходит Космо ой 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 не сходит в смысле вылетел в смысле вылетел да я про это я это имел в виду Возвращается и Кеслер его тоже ну Кеслер вот там да вот Гордон Фромон сейчас аккуратненько ой опять Космократа его инстинкт наверное не держит дорогу по стеночке по стеночке да но это не овал здесь по стеночке не выиграть ничего практически с Гордон Фромон пока что пытается пытается навязать Кеслер тоже в разворотном состоянии пивотка в питы заезжает ой 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 есть есть в пятах да но это 50 секунд потерь блин это да да ну кстати если включить анпорт с машины пивоводки барабана то справа можно увидеть там рекламу шелл и афишку гран при сегодняшнего так погоди почему мне не хочет включаться а потому что все понятно да но пивоводка настолько хорошо проехал проехал относительно космократа ой господи Котей в питы тоже едет и в фитипальдивский болид вот но пивоводка барабан демонстрировал очень хороший темп и амкумерсинт от него отстает вот как раз только сейчас он заходит на Котей тоже в боксах и Гордон Фромон в боксах да вот амкумерсинт становится третьим так пивоводка стартует есть пивоводка уходит вот кстати вы можете наблюдать справа болиды которые сошли либо наши болиды на которых мы приехали сюда да я приехал на болиде Жака Лафита ой 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 я приехал на болиде Вильямса потому что он мне нравится Гордон Фромон все еще в пятах и его никто не обгонит в борьбе за вторую позицию но возможно бойсердж избрал тактику ноль питстопов серкс серкс да серкс прям прогресс я круто камеру поменял во пример да питы я напоминаю что питы здесь 50 плюс секунд потому что пацаны из соседнего шиномонтажа не умеют в быстрой измены шин ну и плюс пацанам надо покурить газетку пообсуждать что-то да вроде выехал Гордон Фромон и буквально целый круг проигрывает теперь Фромон поисерджу но теперь ждем ждем того как же как же проедет свою гонку бойсердж будет ли он заезжать в питы или нет ну это считаю он где-то чуть 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 дальше половиной дистанции он заехал да если резина дальше будет меня метод еще хуже становится там темп будет падать круговые начнут еще больше мешать тут блин может быть все что угодно да я знаю что ты хотел сказать да все еще все еще сергс в пятах вот выезжает он как раз из питов у него амкоммерсин в пятах первые боксы амкоммерсин в пятах четвертое место пиво водка барабан возвращает себе третью позицию ну да возвратит да кстати надо сказать что на холостых двигатель уходит прям вообще моментально в нули потому что этот мод несмотря на то что качественно сделанные модели он все-таки в чем-то кривой или может я не совсем понимаю устройство двигателей 70-х годов формулы 1 но если не заглушить мотор на пидстопе то скорее всего вы потеряете половину его мото половина его ресурса а да воздушное охлаждение же вентилятора нет все такое такс пиво водка барабан в чудесном дрифте проходит эски у нас у нас сейчас грандиус на восьмой позиции после некоторых перестановок при помощи пистопов и за ним дэйв лайтест в одном круге и возможно даже нас ждет борьба за восьмое место если эти два пил два пилота не заедут в пяты на раздельных кругах скажем так мордека и роковой для гордона фромана круговой уже в третий раз в первые два раза выли не очень смотрим все нормально но развернуло его вовремя скажем так а вот там сзади бой серч теперь посмотрим роковой ли он для боя серджа сейчас бой сердж вперед да они прям ровно круг практически проигрывает ну дальше минута десять круг ну где то 50 секунд заезд выезд заезд выезд можно там на полный газ в пол заехать ну те же затормозить надо все равно затормозить надо зачитай еще секунд десять затормозить и разогнаться мордека и едет по центру трассы никому не уступает оп нормально так все вовремя да да взюмк я бы сказал бой серч не едет в питы на этом круге может быть может быть он даже не поедет в питы вообще вот в чем интрига может быть да 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 но если так то это прям вообще гениальная стратегия не знаю так там дейвлайт из грандиуса преследует по пятам котей фитипальди десятый мордекай одиннадцатый кеслер двенадцатый ээээ опять вон в где это где это он а в четвертом повороте его развернуло вот ну и двое сошедших трупокер над брейбами и в цист и его желтый чайник рено да это же тоже тут на трассе пока что вот гордон фроман там желтый палит сергса застрял сергс застрял ты таки да я включил его а тс стоит на травяном бугорке и не может вырулить как же так получилось повтор ничего не говорит он заехал двадцать далеко за двадцать секунд до этого так он понемногу смотри понемногу движется продвигается да сейчас это знаешь это как гонка улитки и зайца да ну смотри он сползает сползает по нему сползает да и дальше что бы ну сейчас он сполз смотри о зад потащила вниз сейчас колесо сцепится с дорогой и можно будет дать уяжу трупокер говорит что двигатель не выдержит трупокер по моему так и сошел такс там можно заглушить двигатель бойсерч попал в трафик бойсерч попал в трафик обошел грандиуса все нормально впереди чистая траектория и гордон фронт поехал поехал да есть блайн сэш его помог блайн сэш джентльмен драйвер настоящий да я вручаю медаль вручаю медаль Джеки Стюарта да 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 несмотря на то что сам развернул помог фэллоу драйвер чтобы продолжить ему продолжить гонку и серкс возвращается на 6 позиции а блайн там мог обойти серкса и этот вырваться вперед но нет он выбрал а вот представь это произошло случайно и мы тут хвалим человека да но может быть почему бы и нет Гордон Фроман обошел блайнда не знаю может 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 быть блайнд именно нарочно это сделал я уверен что он мог бы так сделать как в 12 как в 12 я чувствую что это в 12 потому что он орет громче всех на на ферраре хорошо на ферраре ладно я хорошо впереди ой в принципе все растянулись по трассе довольно таки далеко ну ближе к концу осталось всего лишь 22 круга до окончания третьего сезона Kraken Random Racing Championship сезона во многом неудачного в чуть менее в чуть меньшем количестве критериев удачного в общем и целом я думаю что было весело может если я не забуду то после этой гонки в группе вконтакте будет голосование на лучший самоназванный поворот и вот это нам задание на последующие 22 круга нам нужно найти какой-то поворот и назвать его они тут все не особо запоминающиеся да вот первый поворот можно как-то назвать мне кажется он там много было обгонов он красивый такой хороший приятный мордекай на траве думаешь бы его назвать мордекай на траве почему бы и нет не знаю ну так как надо подумать я думаю что вдохновение к тебе придет позже а у нас беспрецедентный случай Гордон Фроман проигрывает уже круг бойсерджа мы пропустили то как бойсердж обошел на круг и у нас лидер находится на 35 круге а все остальные не на 35 ты смотри что происходит а назад отыграл так нет это другая машинка мне показалось может может ты сейчас смотришь а как просто нет Гордон Фроман обогнал да это был нет просто как мне казалось красная машина потому что это но сейчас впереди синий космократор будет космократор Энсигн это вид спорта такой мордекай на траве да 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 в ЦИЗ сгорел на четвертом круге на пятом круге труппокер на двенадцатом сошел это пока что единственная дань который собирает южно-африканская трасса семьдесят восьмого года жнет жнет я предлагаю сказать назвать первый поворот Харвестер как тебе вау круто да да а если еще круче чтобы была отсылочка Харвестер офф Сороу почему отсылочка сразу говори потому что они спец ну ладно тогда просто Харвестер да ну блин в скобочках оф Сороу кстати в повороте Харвестер вот сейчас скотей разворачивает да и его там рядышком Гордон Фроман сейчас обходит обходит да да понимаешь почему Харвестер потому что он так оп подсекает как серпом вот поворот подсечка да да поэтому и Харвестер амкумерсинт это амкумерсинт вот не нужно ничего вытумывать тем временем пиво водка барабан и продолжает идти на третьей позиции Дэйв Лайтес в пятах Дэйв Лайтес заезжает у нас я тебе скажу темнеет заводит шедл в пяты да у нас начинает смеркаться как бы не заканчивали мы в ночь думаешь ты думаешь как не закончим мы в ночь да думаю что все нормально будет ну ладно так там Кеслер Кеслер во втором повороте разворачивается потому что по разворотам Кеслер сегодня абсолютный чемпион единственный кто сможет с ним соревноваться это Мордекай но я думаю что он меньше было меньше да Котей Котей на 10 позиции 9 Дэйв Лайтес он в пятах сейчас стоит и скорее всего потеряет свою 10 9 позицию смотрим сейчас Котей обходит Дэйв Лайтес да Дэйв Лайтес теперь 10 8 Грандиус на своем тиреле с четверочкой на борту седьмой блайнд сэш джентльмен драйвер сегодняшней гонки я не устану медаль джеки стюарта медаль джеки стюарта надо ачивки ввести в нашем чемпионате за гонку понимаешь да не это слишком было бы нет ну мы же не очки даем медальки медальки да потом обязательно придет человек который захочет платину выбить платину выбить ну да и уйти да и уйти да чтобы пить платину нужно чемпионат оп мордекай вывесился на кочечке мордекай на траве 6 Космократор проигрывает 4 круга лидеру серкс 5 проигрывает 3 круга лидера амкоммерсин 4 проигрывает 2 круга лидера и пивоводка барабан с Гордоном Фроманом третья вторая позиция соответственно по одному кругу проигрывает бою с Серджу который который просто летит на крыльях ночью я бы даже сказал так семерочка на борту проносится мимо зрительских тригун на тридцать восьмой по счету круг по замечательной и красочной южно-африканской трассе киелами что здесь реально темно уже начинает чего ты шумишь да опять щас оп и все нормально оп и все нормально да сейчас потрясающая позиция у Гордона Фромана он как бы недалеко от боя Сержа но их разделяет аж целый круг да не смотря на это Гордон Фроман все еще владеет быстрейшим кругом на трассе один показанный на десятом круге один тринадцать семьсот тридцать четыре вот обоих серж второй по скорости на один одном отдельно взятом круге серк смотри смотрю опять там басит нет повезло повезло не застрял да что там у тебя играет такое это не у меня игра страшные люди да страшные люди страшные люди да да даже 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 не знаю зачем следить у нас очень 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 мало непосредственно прямых столкновений на трассе единственное прямое столкновение сейчас это амкоммерсинт обходит на очередной футблайн сэшн шестой космократер космократер разворачивается перед въездом в пяты удивительное зрелище ну ну уже все да и плайн сэш обгоняет космократера заезжая на шестую позицию что космократер просто проехал по пятам сократил дистанцию ах вот ты какой новый сен новый сен да я лик просто узрел понимаешь да ой замироточил он гость да да где то по моему у него не хватает двух аэродинамических элементов плохо поворачивает он выделять будет этот какой то материал композитный из себя и он потом преобразуется в спойлер и антикалон да он действительно смотри он этот нет нет у него впереди двух знаешь как этот как подкрылков что ли закрылков не знаю как назвать но он действительно поворачивает двух херовин да действительно куда хуже поворачивает чем все остальные болиды и даже чем он сам образца десяти кругов ранее лет двадцати не заметил когда сломался болид бойсердж и Гордон Фроман близко но далеко пожалуй я вот так охотиться бойсердж ставит новый быстрый круг для себя один тринадцать семьсот восемьдесят два но это все равно медленнее чем быстрейший круг Гордона Фромана и не только я это слышу правда чего да не знаю тихо играет все нормально тату тебе показалось хорошо мне показалось ой 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 господи 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 ой 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 его крутят просто невероятно да 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 я повтор включил шикарно о господи он в воздухе парит все опустился на землю господи что произошло не знаю его воздухе перевернуло два раза и он застрял не два раза больше нет я имею ввиду вокруг оси горизонтальной ну да больше но он на крыше да ну ладно застрял застрял нет нет я выехал выехал серк уже второй раз на грани вылет с гонки уже и теперь он седьмой балансеш тем временем тихой сапой космо опять в пяты что ли нет его развернуло развернуло или просто неудачный зашел заход зашел заход в поворот зашел зашел в поворот да зато в рифму зато в рифму и тем временем тихой сапой и молитвами серкса блэнд сэрш доехал до пятой позиции например молитвами серкса но все таки же ну как никак помог человеку даже если не взначай и не специально то все равно помог смотри наши лидеры едут в тандеме практически да они даже с кругом доставляют нам борьбу колесо в колесо практически борьба семерочка и да я забыл номер эроуза гордона фонона 36 36 на нем же написано ой 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 наши оба лидера врезаются но гордон врезается чуть позже и поэтому вырвается вперед это был дейв лайтест это был дейв лайтест да за ним занимать десятую позицию сейчас грандиус обходит на круг и серкс опять что-то стоит серкс пусть серджи разворачивают опять тут смотри тут грандиус на шестую позицию заезжает серкс благодаря развороту отпускается ну остается на седьмой но космокоратор теряет аж две позиции и он будет продолжать терять и дальше потому что он восьмой теперь возможно даже очков не заработает крыкотец отстает от него на два поворота это довольно много мордекай не на траве что радует ай ой ой да что ж такое это мордекай да не очень так с гордон фромом возвращается в один круг с лидером это не может не радовать но это это было более грандиус серкс ой 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 грандиус едет просто в ралли да да он в стартовой прямой по гравию что то что то сотворил такое странно страшное и странное едва серкс его не обогнал и сейчас даже повтор смотрю серкс обошел оба на траве оба на траве гениально вообще и серкс пытается ох пытается атаку провести но грандиус широкий практически во всю ширину трассы да но сейчас тут грандиус сейчас занимал фроман фроман ставит новый лучший круг один тринадцать ноль семьдесят восемь ох ох да это абсолютный рекорд гонки да гонки потому что квалификация была больше быстрее время вот он грандиус сейчас проводит очень хорошую гонку для себя его четверочка тирловская под грамотным управлением занимает седьмую позицию сейчас серкс эх обошел его да и теперь грандиус седьмой грандиус занимал шестую позицию теперь он седьмой но его синий белый болид будет продолжать бороться я в этом не сомневаюсь остается тринадцать кругов до финиша будет даже даже двенадцать даже двенадцать уже только только да смотрим смотрим скорость боя серджина в конце конце прямой 292 километра в час довольно быстро довольно быстро и можно понаблюдать еще за сергсом и за его скоростью и за грандиусом они они рядышком немножко на трассе 287 у сергса и 286 у грандиуса довольно быстро опять же таки скажу повторюсь в очередной раз а вот катей уже практически настиг космократоры и впереди скорее всего нас ждет ээээ потеря космократора вместо в очковой зоне смотрю бой серже есть кнопка на руле о господи даже это не кнопка а тумблер я бы даже сказал не побоюсь этого слова так там тумблер замечательный он офф да это не знаю там выпустить масло или остановить двигатель что это за тумблер все что угодно там гордон фроман опять скачать руководство пользователя для макларена я уверен оно есть его не может не быть как любят некоторые говорить гордон фроман обходит пивоводку барабана на круг и сейчас впереди готовится сделать то же самое с кислером хотя черт его знает что у кислера на уме а здесь поворот харвестера оказался невероятно удачным для гордона и он продолжает без разворотов и всяких коллизий продолжает свой путь по южноафриканской трассе тем временем бойсердж все еще не заехал в пятые скорее всего нас ждет ноль пистопов в графе в строчке с ником бойсердж обновленно имени удивительная гонка модель что то пустить ракет ну ау тумблер пустить ракету да да или знаете или отмечения урона правда полос катапультироваться я думаю тоже как вариант это пультироваться это слишком радикальненько ну не знаю захотел такой кнопку мышка он просто выпилил или за что у джеки чана в доспеху бога такая маленькая машинка идеально было бы просто космократор в пятах и теперь он девятый проиграл в позицию с номером восемь грандиус подотпустил серкса но это не мешает ему находиться о ее находиться на траве но катей близко катей прям знаешь музыку из челюстей можно играть настолько он близко и на время надалеко это музыка из марио космократор просто потерял концентрацию врезался в питвол просто врезался в стену нет это наверное по поводу того по поводу потери аэродемических элементов вот сейчас смотри сейчас у него переднее антикрыло полностью исправное так сказать да да вот трубокер все еще следит за гонкой почему не у нее не ушел из питов смотрит и наверное или с трибун или по телевизору грандиус обходит космократора на круг космос замечательная фраза просто потрясающий на самом деле какая грандиуса входит космократора на круг так там бой серж в трафике впереди ам коммерсинт он всю гонку проехал на четвертой позиции если не учитывая старта где вообще полная неразбериха происходила у нас фактически было три лидера за всю гонку и все трое сейчас на подиуме пиво водка барабан гордон фроман и бой серж который продолжает лидировать с просто гениальным отрывом сергс как всегда нет 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 он в другом повороте будет москве блайн блайн сэша уже ему скорее всего не достать от грандиусы катей довольно таки близко все все дрифтует все дрифтует сама медленно повороте трассы копершукар катей входит в сход при преследуя грандиуса по пятам совсем совсем чужой как он быстро вышел хорошо на гораздо лучше чем грандиус обход по внешне нет грандиус грандиуса заносит по травке но и у кота тоже не получается это же заносит яй яй смотрим смотрим может сейчас смотрим со скоростью грандиуса грандиус едет слегка быстрее чем катей что же будет в конце в конце трат в конце стартовой прямой смотрим у грандиуса 276 276 километров в час у коте 286 10 километров разницы между тиралом и фитипальди но атаки не последовало поворот харвестер прошел дешевле по их удачно контакт был контакт был контакт был 16 битные тени дайте мне сил да нет получше да нет котей заезжает ой 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 как что то что случилось то не знаю каким образом почему котей может подлогнуло что то может подлогнуло аааа мордекай ох тут тоже серкс космонии ой 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 праздник синих флагов просто таки космократор по травке ой 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 и блайнда врезается а надо было раньше тормозить кошмар какой но космократор был аж 9 теперь грандиус был блайн сэш теряет ай ой ой он застрял застрял блайн застрял да эх в этом косвенно виноват космократор нет вот вроде бы немного у него колеса крутится это не означает что он выезжает но он выезжает как раз таки смотрим да немножечко выезжает но я не знаю сможет ли ферраревский мотор сейчас сейчас смотрим ой 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 давай 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 машинка ну ну уже давай я голову наклонил в поддержку этого политика я пальцы перекрестил кошмар ну уже машинка давай давай да рулем рулем помогай рулем рулем да 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 все правильно нет нет ну да ну же ну же ну что ж такое то а ну как так ну она двигается смотри щас щас как усердится но что это дает ничего вот что это за что это за непонятные кочки я не понимаю ай ой 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 так с кеслер кеслер джентльмен драйвер номер два сейчас еще один будет застрявший это напоминает какой то фас так интересно паровозик будет так смотрим блайн сэш там уже четверо пилот четверо пилотов смотри пытаются его подчеркнуть но все таки поехал кеслер уходит на круг да ам коммерсин там рядышком со всем так сейчас смотрим пытаются это это что это космос что ты сделал ну помог блайнту да это конечно бесспорно но что что произошло вообще что что вообще здесь в этом повороте не так а блайн сэш дымит котей помогает космократор и теперь они оба застрявшие нет котей помогает господи повторов повторов великолепный можно гифок понаделать да 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 измените все остальные но здесь просто невероятно что то происходит космократор теперь застрявший он на десятой позиции продолжает ошиваться да и лайты с тем временем заходят на восьмую позицию не смотрю у него вроде машинка двигается но как то его назад откатывает все время так есть 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 ну 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 опа отлично все кончилась эпопея с этим наковыряли блин непонятно кочек кошмар да если прокопали венолин говорит двигатель голубик это ж энсигн так и должно быть так ну ну что что там у нас на трассе на трассе у нас грандиус на пятой позиции серкс на шестой котей седьмой дейвлайт из восьмой удивительная перемена склад слагаемых и сумма таки поменялась так вот сейчас грандиус грандиус выходит выходит далеко по стеночке проходит поворот и серкс возвращается на пятую позицию закон пятую позицию поворот дымящаяся шишка good hell предлагает эй я не согласен почему одного поворота харвеста вполне достаточно так там на в пятах кто-то я к сожалению не вижу кто это это блайн сэш что мы так что мы за предыдущим м это гонкой будем выставлять в голосовании шашлычную 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 на шашлычную его тут аккуратненько дайву то и пиво водка барабан там рядышком вместе с ними у нас как-то схлопнулись между собой несколько групп пилотов на прором он едет рядышком с кеслером а вот там где амку мерсинк и пиво водка барабан там еще рядышком блайн сэш и и дэйв лайт с грандиусом фронт фроман успешно проходит кеслера в повороте хорестер он один одинешенек впереди у него прям пол трассы чистый прям вообще супер нравится мне анборд на этих машинках алтскулинки да которые ой вот такой смотри проекта тупой ну там было вы ее что случилось ну тут просьба пилой на не себя критично пресса пилой но здесь это так та же самая прямая только слегка уже можно из карты но там очень трудно это сделать можно ну морг слушай я я я вот за за этот за этот сезон что я понял так это то что процент какая бы ни была маленькая вероятность события пилота это сделать да 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 так это так факт все это так так мало того что даже если мы про это не скажем они найдут и сделают да потому что я скрытый ачизмент например второй этап в котором умудрились выехать за трассу и потом найти способ ехать на эту трассу да потом был пятый этап кажется когда на базовских болитах так сказать соревновались когда нашли дерево которое вешает вообще все вешает сервер не просто игра вылетала у человека она сервер вешала да причем настолько вешала что приходилось перезагружать тумблер на руле маклара м26 это такие зажигания да это похоже на зажигание похоже на зажигание это непроверенные доставленные информации но видимо gt h на гуглил примерное руководство пользователя ну да 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 так что там в основном в общем все это не представляю что про брошюрку пилота выдают когда он в команду приходит так как всегда суда тыкать это поворачивать все на развороте это педаль это руль это колеса все вот здесь ты будешь сидеть ну блин так болит аж под каждого пилота строится теле то есть ну как бы вот мордекай едет на болиде ронни петерсона который к сожалению в том году трагически погиб вот и этот болит он днем только ронни петерсон комфортно себя и чувствовал ну да но почему погиб при весьма странных обстоятельствах да несмотря на то что доктора признали травмы не критичными он все равно скончался на операционном столе ну в основном это называют причина смерти это не в свое время наказание помощи потому что другой пилот который вылезал по моему я не помню кто это был какой то что много пилотов было и он получил как бы вроде казалось врачам тогда более серьезные травмы и его начали обслуживать первым а ронни петерсон прождал в эту вот полотну прождал слишком долго скорую вот крылька который типа только один и поэтому в общем за слишком поздно потом что то нашли он пришел домой и там спустя день-два случилось страшное с весьма очень хорошим пилотом и на опталку талантливым но даже в том числе он 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 кстати ранее петерсон это победитель крон при южной африке семьдесят восьмого года но ты на его болиде мордекай сейчас пропускает года на фроне это не пропускало так как я поторопился с выводами а теперь пропускает так субордом фроман сделал потрясающую работу в отыгрывании отставания в один круг но бойся все решим не заезжать на пяты и проехать с утра всю гонку на харде с авиационным сейчас говорит на руле еще написано не снимайте руль при работающем двигателя именно по этой причине я вспоминаю марусь в тринадцатом году мне становится весело ты не помнишь я не смотрел тринадцатый год еще ну ты вообще по моему Чилтон остановился ну машина сломалась да он как бы вылез из нее пошел по травке а там короче немножко пригорок такой был и машина покатилась назад и выехала на трассу и встала по берегу ну она короче почти выехала на трассу если бы ее не остановили он тоже ну потом он идет прикинь вот идет идет Чилтон и позади него его машина катится и потом ему когда он уже увидел что она катится он развернулся и побежал маршалом помогать ее остановить ну шикарно просто потрясающе найти этот маруся 2013 год по моему это Сильверстоун был или не Сильверстоун я вот не помню что за трасса вот и даже Чилтон ли это был ну это точно была маруся и она точно ехала тут кстати я попрошу переключиться на бой Сёрджа потому что он завершает последние повороты третьего сезона Кракен Рэдом Рейсинг Чемпионшип в статусе чемпиона двукратного уже это абсолютный рекорд да потому что три сезона только прошло я называю его Микой Хаккининой нашего чемпионата ну почему? ну он два раза подряд победил ааа ну два раза подряд много кто побеждал ну блин почему не Фанхио например? потому что у Фанхио больше чем два титулов а у Хаккинина два а ты думаешь что Бой Сёрдж не сможет больше титулов заработать? ну так а вот пока что два так что Бой Сёрдж завершает гонку в статусе лидера, победителя и чемпиона ура товарищи победа победа да ох какие бублики у нас красивые бублики да Макларенс семерочка Джеймс Ханг по моему она больше предназначена для я делаю не бубликов чем для езды по прямой третье место занимает рента сегодняшняя пивоводка барабан тоже поздравляем ох как он мимо проносится бублика пятый Серкс 11 классифицируется Кеслер по пятам завершает гонку в стиле Шумахера ох Серкс тоже влепился в стену и сломал шею просто он даже не шею сломал он он сделал на голове бублик ам коммерчин четвертый его шедл приводит его к четвертой позиции грандиус шестой ура лучшее ну и как не лучше но определенно лучшая гонка в сезоне а может быть даже и в карьере для этого начинающего пилота его тирл привел его к позиции под номером 6 блайн сэш на феррари джентльмен драйвер сегодняшний десятое место первый первый кто остался такой почести да 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 гордон фроман второй серкс да вроде и фиш это настолько мордекай остается но он скоро доедет поэтому можно объединить куча седьмой по моему больше больше всего до оправдан пивоводка барабан ам коммерсинт серкс грандиус котей пилот заехал в очки заметить космократер блайн сэш кеслер и вот мордекай на своем лотосе семьдесят восемь заканчивать третий сезон Кракен Рэн по традиции просим я думаю сначала опросим людей которые заехали на подиум в этой безусловно тяжелой и напряженной гонке а потом уже по старой доброй традиции организуем общий чат так сказать голосовой для всех да поэтому бой сердж гордон фроман пивоводка барабан мы вас приглашаем в голос прошу двигайтесь на подиумную пресс-конференцию и кто будет первым кто же будет первым кто же скажет первое слово кто же скажет первое слово никто но бой сердж нет микрофона да это я помню а остальные пивоводка что-то не ладится у нас сегодня пилоты не хотят разговаривать да что я могу сказать так ну щас бустерш я поговорю да подожди мы сначала хотим дождаться ой у гордона гордон фроман вылетел из скайпа вообще чиз я напоминаю ты должен сделать важное объявление какое важное объявление ну придумай я не знаю что нормально придумай слушай замечательное просто да ну пока что ждем как бой сердж печатает поздравительную и приветственную речь сейчас я еще в лайнду добавлю он пишет да ну вот сначала удали кого то потому что у нас максимум в конференции сейчас я сделаю сейчас хорошо какие проблемы все как бы все работает а да ну тут звонок не удался но я хотя попытался ну ладненько тогда ребята этот модерируй пока что объявление я подведу итоги общего чемпионата потом их объявлю и командный зачет тоже я пока что отключился так ладно итак кто у нас хочет высказаться кто давайте я ваш святой отец ну сначала по одному хотя бы давайте да я очень хорошо провел этот чемпионат на самом деле сейчас когда объявлят итоги учитывая первые результаты гона отец мне очень повезло моей невнимательности замечательный чемпионат замечательная организация все абсолютно чудесно и спасибо всем кто гонялся потрясающим так ну ладно спасибо кто кто следующий серкс хотел бы сказаться серкс возможно ну я я не думал что еще не включал микрофон что можно что писать гонка была вообще очень напряженная и особенно у меня там когда пару раз застревал на достаточно высокую позицию приехал так получилось другие меня просто догоняли во время этих застреваний я также уходил вперед потом ну вот первую четверку догнать вообще нереальным не было просто не знаю даже что тут еще сказать если насчет всего сезона так на уровне так-то я бы не сказал что он лучше прям второго сезона вышел прям обидел практически ну вот я бы не хотел обижать он говорил что он примерно такой же вот особенно запомнился вот этот третий этап на котором я зашел но запомнился именно идеи то что вот коротких гонок ну да такое надо бы повторять ну в общем-то не знаю пока что еще сказать как вот тебе наша идея о том что у нас последнюю гонку пилоты получили неравные по силе машины а вот это да кстати тоже неплохая идея что такого гандикапа примерно чтобы как сказать чтобы поплотнее вот борьба борьба была хотя это чревато авариями зачитаю зачитаю чтобы серж написал очень благодарю гордона с борьбу то что не удалось на эндуре получилось тут топливный сценарий очень жаль что кому и кухня не было чем для меня прошел в отсутствии борьбы и грустный смайлик вот так вот ну кто еще что скажет кто нас может поругать я могу поругать очень сильно поругать потому что я не знаю я до конца гонки так и не понял как управляется это чудо это не автомобиль это просто какой-то надо было дольше тренить это болит это не важно не в том соль если хотя бы за час я мог понять как машина управляется тут я до конца гонки этого не понял она разворачивается просто на равном месте ты можешь ехать и получить разворот ну не знаю на двух градусов какого-нибудь повороте таком и все и собственно говоря если бы меня не разворачивало ехал бы я более-менее нормально хотя что ты постоянно вилял я когда за тобой ехал я смотрю ты вечно вилял у меня была полнота рулевая и задний спойлер который мне разбил космо дважды или трижды я не знаю и поэтому у меня машина постоянно поворачивала вправо и дергала а собственно это чирил и самое забавное что я заметил это когда уже стерлись шины я в середине гонки поменял это было не наказание я сам поменял шины на софт в конце когда они уже стерлись мне началось нормально ехать потому что машину начало нести и я мог управлять этим заносом она не просто меня разворачивалась у меня был такой такистик на зале сезон сказать в принципе более менее интересным мне понравилось очень пропустил вроде бы только одну гонку ну так держать я не знаю что что ну давай блайнд всем добрый вечер добрый добрый да я хочу сказать прикольная гонка была на самом деле спасибо всем кто меня кто меня вытолкал все-таки космократу отдельно спасибо за то что у меня на полном ходу влетел меня перевернул и я смог таки выехать вот и да скандарт меня отблагодарили за то что я все-таки смог серкса вытащить маленько чуть-чуть под подмог я оставлю я уже уезжал когда ты в меня въехал ну я тебя чуть-чуть на всякий случай как говорится а я когда был виноват там оказался и поэтому через круг меня да вот это очень приятно было на самом деле как видите не смог я весь сезон просидеть зрителях как говорится не выдержала душа поэта вот но за все те что ну за все те гонки что я был мне в принципе понравилось абсолютно все естественно я играл как говорится ездил не тренируясь почти вот соответственно ездил я на расслабоне вот этот этап мне на самом деле понравился да машины очень были сложны в управлении я настраиваю буквально в последний час и смог настроить более-менее под свой стиль езды вот конечно разворачивалась и тому подобное но на самом деле спасибо большое ну ладно сыр сыр тогда объявляю результаты сначала личного зачета потом командного зачета который ни на что не влияет ладно значит я начну тогда снизу потому что в принципе сверху все равно интриги никакой нет в общем с пятью победами в сезоне лидер чемпион победитель вообще скуча там несмотря на то что он написал что сезон прошел без борьбы но в общем с результатом в 63 очка чемпионом становится бой сердж во второй раз уже в своей такой незначительной карьере в нашем чемпионате да хлопаем хлопаем второе место с тремя победами в сезоне занимает кому и 46 очков отставание в 17 очков от боя серджа и увы отсутствие на двух гонках из 11 потому что все-таки у нас был двойной этап да третье место с таким же результатом в 46 очков занимает серкс но так как у него нет ни одной победы то соответственно он занимает третью позицию но не стоит огорчаться четыре подиума это тоже потрясающий результат тогда хлопаем хлопаем после каждого хлопаем четвертое место лучший сезон вообще best of the best карьера просто пик сезона пик карьеры лучшее вообще время при провождении в мире с одной победой на потрясающих Porsche 904 занимает Космократер 36 очков а тут тут все хлопают все хлопают да пятое место человек который умудрился набрать свое тридцать одно очко за ровно за первые пять гонок а потом вообще либо не появлялся либо не доезжал это кулхарт тут тут можно похлопать можно не хлопать ну ты вообще сейчас обидел человека ну потому что слушай ну это не серьезно как то совсем серьезно нет ну нельзя так ладно такое же количество очков спустя буквально там проблемы с интернетом проблемы вообще с каким-то заходом в гонку без единого подиума но несмотря на это это все-таки лучший новичок этого сезона шестое место тридцать одного очка вам коммерсинта поздравляем на седьмом на седьмой позиции находится человек который сам признавался в любви к переднему приводу но лучшие гонки он показал на автомобилях с задним приводом а конкретно это предыдущий эндуранс на котором он одержал первую победу в карьере и в сезоне соответственно и вот здесь где он занял второе место это Гордон Фроман потрясающий сезон поздравляем дальше находятся два командных игрока я даже не знаю как сказать просто они рядышком находятся в общем-то поэтому стоит сказать что они из одной команды ЦИСТ и Дэйв Лайтес 8 16 очков и одна победа в сезоне я попрошу какой там был обгон на последнем классе и ДэЙв Лайтес 9 22 очка второй лучший новичок в сезоне поздравляем ура уже На десятом месте человек, который признавался мне в том, что он, в принципе, выгорел ко всем этим гонкам, больше не хочется участвовать там, вот это вот все дело. Человек, который тоже приехал на два подиума и набрал все свои 20 очков в первых четырех гонках сезона, это Келнин, который не появлялся аж на шестого этапа. На одиннадцатом месте один из возвращенцев, скажем так, будем говорить такими сленговыми словами, Кот в команде под названием Кот, с одним подиумом в сезоне, занимает одиннадцатую позицию и 16 очков в активе у этого пилота. Да, двенадцатое место, Кеслер, один подиум, 15 очков, ура. Тринадцатое место, 12 очков, Сайкроу, пару гонок было архи удачных, все остальные были не очень, да. Ну что поделать. Затем уйдет Грандиус, который просто вот сегодня прям разорвал плоть и кровь этого этапа, прям показав хорошую езду, прям потрясающе просто вообще, best of the best. Так, поздравляем его с 14 местом в общем зачете и 11 очками, это ровно на 10 больше, чем в прошлом сезоне. Ну ты смотри, это прогресс как бы. Это в 10 раз прогресс, я прошу. Да, да, на секундочку. На 15 месте, как бы, который заработал очки только в одной гонке, приехав на подиум, это Павел Т, и я его не видел где-то с прошлого года. Да, что поделать. Ну и дальше начинаются пилоты, которые либо не появлялись на половине этапов, либо у них что-то не получалось на самой трассе. Это на 16 позиции это Ван Крейн, у него 8 очков в неделе с Павлом Т, 15-16 место. На 17 месте сегодняшний наш Рента, пиво, водка, барабан, умудрился за одну гонку набрать 6 очков и подняться с 24 позиции. 18-й Акума Муша, который тоже заработал очки только в одной гонке этого сезона. Далее Трупокер 19-й, Блайнд 20-й и три пилота, которые, увы, не набрали ни одного очка в этом сезоне. Это Фроза, Юджин и человек, который продолжает самую длинную безочковую серию, это все-таки тоже показатель, это Мартекай. Наш маленький Колин Колес. Наш маленький Колин Колес, да. Ну и, собственно, да, командный зачет, начну снизу, команда Кот, 14 очков, 11-е место, ура, ура, да. За несколько гонок. За несколько гонок, да. Connection Lost, команда, в которой находятся Келнин и Фроза, набрала, собственно, 20 очков, потому что Фроза не набрала ни одного, и занимает 10-е место. 9-е место занимает команда с очень неполиткорректным названием Pilots of the Sala Land в составе, да, вы угадали, если Рай Грандиуса. 8-е место, потрясающее название команды Тян Ненужны, в составе Гордона Фромана и Иван Крейна, занимает 8-ю позицию и 37 очков у этой, так, стоп, я забыл кое-что сделать, это не 8-е место, потому что я могу. Так, значит, Кот на 11-м месте, Connection Lost на 9-м, 9-е и 8-е место делят Pilots of the Sala Land и команда Enemy Unknown в составе, Амку Мерсинда и Акума Муш, да, и вот, и вот только на, даже, даже, нет, даже еще Дайтона Дайтонушка команда, Дружище, ребята и Космократор и Мордекай набирают 36 очков, делят в 7-е и 8-е позиции, Pilots of the Sala Land набрали 26 очков, я уже запутался в цифрах, все плохо. Не важно, говори просто позиции. Вторую чемпионскую, собственно, бойсердж. Кому я ехал за команду Рэббитс Фут вместе с Сайкроу 17, они заработали на двоих 58 очков и команда Муменсов, экзектли, лучшее название в мире, Эвер, занимает первую позицию усилиями одного бойсерджа, набравшего 63 очка и в одиночку практически вывевшего эту команду на первую позицию. Это был... Ты заметь, мои авторские права копирайзом висят на первом месте. Ты еще давай засуди, ты еще давай засуди. В общем, это все результаты. Призов нет. Да ты прям вообще нет, мы что-нибудь придумаем. Ну придумаем, конечно, только я не знаю, что. Придумаем. Придумаем, да. В общем, шаурму купим, отправим в почту. Я не знаю, какое важное заявление имел в виду Космократор, когда мне об этом сказал. Даже, ну, даже не знаю. Расскажи планы на будущее. Планы на будущее? Ой, планы на будущее. Это серьезно. Я об этом не думал. В основном планы на будущее такие, что четвертый сезон надо провести как-то по-другому. Ну, более компактнее, что ли, более традиционно. Эдхел когда-то мне писал одну из концептов чемпионата, и думаю, ее использовать, потому что она все-таки как бы немножко хорошая. Это и привлечет новых людей в чемпионат, и будет больше времени на подготовку к сезону уже под номером пять. В общем, ждите осени, может быть, даже октября. Ориентировочно это конец сентября, начало октября, когда все освоятся с учебой, там, работу. Вот это вот все. Мы уходим в небольшой каникулы. В небольшой каникулы, да. Прямо почти три месяца, так что. Да. Но! Ну, а что, ну, давай. Ну, как бы, да. Но, сейчас я что-нибудь придумаю, погоди, чтобы но. Но стримы всяких гоночек у нас не закончились. Так ли? Мы же с тобой еще что-нибудь сделаем. Обязательно. И ждите или сегодня вечером, или завтра с утра голосование за лучший названный поворот. И помните замечательные слова МакКвина. Racing is life. Anything before and after is just waiting. Для того, для тех людей, которые немножко не умеют в английский переведу гонки, это жизнь. Все, что до них, после них, это всего лишь ожидание. До встречи в следующем сезоне, через несколько месяцев. Всем удачи и всех благ. Всем до скорого. Продолжение следует...